Областная станция переливания крови продолжает заготовку антиковидной плазмы для использования в комплексной терапии при лечении больных COVID-19. Меньше чем за месяц добровольцы сдали около 16 литров. Более шести с половиной из них были направлены в ОКБ и Нелидовскую центральную районную больницу. Остальные в ближайшее время распределят по другим учреждениям здравоохранения. Напомним, что плазму сдают только люди, приболевшие коронавирусом. Содержащиеся в ней антитела помогают нейтрализовать вирус. Специалисты отмечают, что желающих помочь врачам региона с лечением много, но донорами становятся лишь те, у кого отмечается высокий титр антител. В настоящее время заготовка и переработка крови и ее компонентов в Верхневолже проводится областной станцией переливания крови ее отделениями в ОКБ, Вышнем Волочке, Ржеве, Кашине и Конакове. Что происходит при возникновении этого заболевания? Во-первых, первая фаза – это угнетение иммунитета. И вот в эту фазу, если провести заместительную терапию и человеку внести иммуноглобулины с плазмой, то, соответственно, они будут бороться. Есть другая ситуация, когда, если на 21-й день лечения нет никаких сдвижек в ту или в другую сторону, рекомендуют применять вот эту антиковидную плазму, она дает очень хороший эффект. То есть достоверно известно, что она уменьшает смертность в два раза.